Добрый день, уважаемые слушатели и зрители нашего вебинара. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить электронную библиотечную систему Университетской библиотеки онлайн за предоставление возможности рассказать о наших книгах и, разумеется, агентство Интермедиатор, которое пришло к нам с предложением организовать с нашей стороны этот вебинар. Итак, как вы видите, мы предлагаем электронную книгу нашего издательства для библиотек, СУЗов и педагогических ВУЗов, и сейчас я вам постараюсь рассказать о том, почему это не возможно. Наши издательства существуют уже по современным меркам довольно давно, и, конечно, за это время уже вышли тысячи изданий, которые в основном и касаются, вот, относятся к школьной сфере и сфере образования в школах. Но она постоянно пополняется. Наши книги соответствуют всем на сегодняшний день существующим нормативным документам и ГОСТам, в том числе и по системе стандартов информации к библиотечному и издательскому делу СИБИД. И в то же время в электронном формате выходят даже наши новинки, которые еще не успевают выходить в виде печатных тиражей. Собственно, что вот на этом слайде вы можете видеть все, что мы предлагаем к разным этапам школьного образования. И, собственно, можно полагать, что вот то, что мы предлагаем, оно практически полностью закрывает педагогические потребности каждого конкретного учителя, но может быть полезно, естественно, и для тех, кто готовится к педагогической деятельности, и для тех, кто готовится к будущих педагогов. Ну, здесь подробно расписано, конечно, кто является авторами наших пособий, кому они адресованы, кому могут быть полезны, и также вот кратко описано то, что содержится внутри наших пособий. Отдельно хочу сказать, что вот в прошлом году мы открыли для себя такое новое направление, как вот получение грифа Московского педагогического государственного университета именно для того, чтобы их можно было применять в качестве дополнительных пособий при преподавании методики дисциплины конкретных предметов. Вот, соответственно, вот вы можете видеть, что вот на представленных обложках в верхнем правом углу находится логотип МПГУ, а на титульном листе находится гриф, собственно, который прислаивается экспертно-аналитическим управлением МПГУ, о том, что данные поурочной разработки рекомендованы для преподавания методикой преподавания предмета, дисциплины методикой преподавания конкретного предмета в качестве дополнительного пособия. Вот, далее я подробно остановлюсь на том, что, собственно, из себя представляют наши поурочные разработки. Вся эта серия называется «В помощь школьному учителю», но более известна, конечно, аббревиатура ПШУ. Я думаю, что практически каждый учитель в Российской Федерации он знаком с этой аббревиатурой и неоднократно сталкивался с этими изданиями. Дело в том, что, собственно, все эти издания из серии ПШУ, они содержат буквально все, что необходимо для подготовки и проведения урока. Причем, в зависимости, конечно, от конкретного предмета, это наполнение разнится. Вот в начальной школе там, естественно, больше каких-то игровых заданий, начиная с пятого класса содержание становится более серьезным. Но надо сказать, что практически все вот это содержание, оно полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, рабочим программам и другим требованиям к образовательному процессу. Дополнение, вот то, что я начал рассказывать про серию в помощь школьному учителю, у нас есть также серия мастерская учителя. Здесь очень много изданий, которые содержат самые разные методические приемы, которые наши авторы при работе в школах применяли и продолжают применять. И, соответственно, в этих изданиях делятся с другими преподавателями, предоставляют возможность ознакомиться с этими приемами будущим педагогам, еще студентам, и, соответственно, попробовать их применить уже на практике в школах, еще до окончания вуза. Далее, вот, конечно, серия помощь школьному учителю, она является ядром нашего издательского портфеля, но также немаловажным, немаловажное значение играет серия КИМ контрольно-измерительный материал. Вот, практически, они, их можно применять, ну, буквально в течение учебного года во всем. Можно для организации промежуточной аттестации, итоговой аттестации, для контроля пройденного материала и так далее. Но отдельно есть, конечно, и издание серии, которое так и называется, итоговая аттестация. В частности, здесь вот не показано, но для начальной школы у нас существует издание, которое так и называется, итоговая комплексная работа. То есть, это достаточно новая форма итоговой аттестации, когда в одной работе совмещены требования, совмещено тестирование по трем предметам. Русскому языку, литературному чтению, то есть, русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру по четырем предметам. И в то же время, отдельно у нас существует серия всероссийская проверочная работа. Эти издания у нас недавно прошли экспертизу в Федеральном институте оценки качества образования ФИОКО. Логотип вы можете видеть на обложках наших изданий. И полностью соответствует актуальным демоверсиям, по которым будет проводиться всероссийская проверочная работа. Вот и в этом учебном году. Приказ о проведении ВПР был опубликован совсем недавно. И в то же время мы поддерживаем издание по проведению единого государственного экзамена. По основным предметам математики и русскому языку. Надо сказать, что практически все необходимые сведения, которые нужны для того, чтобы подготовиться к ЕГЭ, содержатся в наших книгах. В том числе различные словарики, справочные материалы. И что надо отметить, так это то, что, в общем-то, здесь оптимальное количество типовых тренировочных вариантов. Поскольку, по крайней мере, что касается математики, русский язык является повторительным курсом в старшей школе, а вот математику ее продолжают изучать и в 10-м классе, и в 11-м классе. И, естественно, готовиться с начала года и начинать решать варианты. Это нецелесообразно, потому что может оказаться, что какие-то задания будут по темам, которые еще только будут пройдены. И здесь как раз оптимальное количество вариантов и базового профильного уровня, соответственно, начав решать которые уже после Нового года, вы можете прийти к выводу, вот какой уровень ЕГЭ по математике вам ближе, и что, собственно, вам необходимо сдавать. Кроме того, вот существует в электронном тоже виде, больше, конечно, в печатном, такие серии, как дидактические материалы, сборники заданий и рабочие тетради. Они несколько различаются по содержанию и назначению. Ну, собственно, говоря про дидактические материалы, как правило, у большинства тех, кто связан с процессом образования, в первую очередь возникают какие-то наглядные пособия. Но дело в том, что дидактические материалы, в том числе, являются и дидактическими материалами, в том числе, являются и сборники заданий, которые дополняют задания из учебников, которых, как правило, все-таки не совсем хватает для того, чтобы правильно усвоить материал, и способствуют развитию внимания, памяти и аналитических способностей. Рабочие же тетради и сборники заданий издательства, они, как правило, привязаны к конкретным учебникам, но поскольку все учебники сейчас должны соответствовать порядку следования тем, то, в общем-то, их можно применять практически с любым из учебников, которые существуют в школах. Ну, конечно, вот то, что они будут полезны для занятий дома, это в данном случае не так актуально, но, тем не менее, вы можете приобрести их и для частного использования. Кроме того, есть серии, которые дополняют все, о чем было сказано выше. Серия «Школьный словарик» предназначена для младших школьников, она очень большая, то есть там более 40 названий на самые разные темы, но я думаю, что это будет полезно в том числе и для учителей. Во-первых, здесь содержится тот материал, который они могут использовать на уроках для дополнительных заданий, для внеурочной деятельности, и также и рекомендовать их своим ученикам для ознакомления и подготовки каких-то докладов, рефератов. Качество вот этих изданий настолько велико, что многие школьники пользуются даже после того, как выходят из начальной школы, потому что какие-то базовые сведения периодически требуются обновлять в памяти, и полезно иметь такие книги под рукой. Ну и эту серию, конечно, продолжает серия «Школьный справочник», где уже содержатся систематизированные сведения по разным предметам. У нас вот практически полностью охвачена и сфера, и область, естественно, научных предметов, и сфера математики, сфера гуманитарных предметов, ну, здесь, разумеется, невозможно разместить все издания, поэтому для примера приведены «История России», «Справочник по астрономии», «Справочник по биологии». Но такие же справочники существуют и по остальным предметам. Эта серия рабочей программы современной школы педагогика психологии управления, они, конечно, ориентированы уже исключительно на учителей. Соответственно, что хотелось бы сказать, дополнение к этому. Дело в том, что вот то, что эти издания представлены в электронном формате, предоставляет ряд возможностей дополнительных, которые, ну, практически неосуществимы при использовании печатных изданий. То есть возможности копирования, делания закладок, использования каких-то вот фрагментов текста, которые не нужно переписывать, не нужно сканировать. Вы можете взять это прямо из электронного издания. И здесь хотелось бы сказать, что чтобы иметь представление о полных возможностях электронных изданий, университетской библиотеки онлайн, существует серия вебинаров Павла Каренникова, которые вы можете найти на сайте университетской библиотеки онлайн, с тем, чтобы действительно не пропустить то, что те возможности, которые для вас могут оказаться очень актуальными. Что хочется сказать? Что вот, да, конечно, мы стараемся поддерживать весь спектр литературы по основным предметам, но в том числе у нас, мы не стоим на месте, и у нас появляются издания по новым дисциплинам, которые возникают в школе, например, финансовой грамотности. Учебно-методический комплект шахматы у нас вообще курируется, этот проект Федерации шахмат России, и именно он рекомендуется для использования в различного рода шахматных кружках и во внеурочной деятельности. Как найти наше издание? На примере как раз сайта ТБС в университетской библиотеке онлайн. Поскольку поставщиком нашей продукции и распространителем является агентство электронных изданий «Интермедиатор», прежде всего нужно найти его в перечне издательств. Далее вы выбираете фильтр и там проставляете название нашего издательства «Вакуа». И, соответственно, вы получаете все издания, которые загружены через интермедиатор в университетскую библиотеку онлайн. Должен сразу сказать, что количество изданий, которое представлено в университетской библиотеке онлайн, несколько отстает от... Вначале я озвучил количество, порядка тысяч электронных изданий. Здесь вы видите 679. Дело в том, что все наши издания могут попасть сюда только после того, как они будут распределены по коллекции. И порядка 200 изданий, которые мы уже предоставили агентству «Интермедиатор», пока еще не распределены, но в ближайшее время вот эта коллекция, она существенно увеличится на несколько сотен позиций. Собственно, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете всегда обратиться к нам, конкретно ко мне, к Дмитрию Кирсанову. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Вот наши контакты, как вы можете видеть. И, соответственно, вот эти... Всю нашу издательскую коллекцию вы можете приобрести в университетской библиотеке онлайн вот за такую цену и со скидкой. Что хотелось бы еще сказать дополнительно? Вот тому, что я уже сказал. Дело в том, что до недавнего времени мы не считали нужным что-то размещать в электронном виде помимо перечисленных серий. Но в то же время у нас существует очень обширная серия, которая называется тренажеры. И вот по запросам трудящихся мы тоже стали ее выпускать в электронном виде. В частности, вот вы можете видеть, что у нас есть полная линейка тренажеров по орфографии и пунктуации с 5 по 11 класс. Дело в том, что если рабочие тетради в основном привязаны к содержанию учебника, то тренажеры, их назначение несколько другое. Они предназначены для тренировки определенных отдельных навыков для того, чтобы просто наработать орфографическую так называемую орфографическую пунктуационную зоркость. То есть, когда вы уже просто в автоматическом режиме будете писать без ошибок и расставлять знаки препинания. Как говорил академик Лихачев, чтобы научиться ездить на велосипеде, надо ездить на велосипеде. Чтобы научиться писать, надо писать. Ну вот, собственно, именно в этом афоризме и выражена вся суть тренажеров, ну вот в частности тренажеров по русскому языку. Возвращаясь к нашей презентации, поскольку время еще есть, я хотел бы чуть поподробнее остановиться на серии по урочной разработке в помощь школьному учителю. Поскольку, как я уже сказал, она является ядром нашего издательского портфеля. Хотелось бы обратить внимание на то, что издательство ВАКО является сейчас, по сути дела, единственным издательством, которое поддерживает эти по урочной разработке на актуальном уровне. Ну, как вы знаете, в результате перехода от одних стандартов образовательных к другим. Вот когда-то существовал образовательный минимум 98-го года, потом в 2004 году был принят федеральный компонент государственного образовательного стандарта, потом в 2010-2011 были введены федеральные государственные образовательные стандарты, которые в обиходе называются стандартами второго поколения. В 2021 году были эти стандарты там давлены, велось в том числе немало дискуссий о том, как эти стандарты называть, поскольку никаких указаний в тех документах, которые были приняты Министерством просвещения, указаний на это не содержится. Собственно, и в 2010-2011 году были в ГОС, и сейчас тоже в ГОС. Ну, вот для себя мы приняли решение называть их, ну, вот, кстати, так же, как и издательство просвещения, в ГОС-2021, и в аннотациях у нас будет обязательно указываться, к какому поколению учебников эти издания серии ПШУ относятся. То есть в аннотации вы обязательно прочитаете, что эти поурочные разработки относятся к учебникам, выпущенным, например, до 2014 года. Мы сохраняем эти электронные издания по той причине, что зачастую бывает полезно ознакомиться с тем, как менялись требования к учебному процессу, что изменилось в учебниках. я думаю, что это даже более полезно будет для преподавателей вузов, которые обучают студентов, чтобы, в общем-то, объяснять студентам какие-то нюансы, тонкости преподавания. тем более, что оказавшись в школах, естественно, можно столкнуться с учебниками разных издательств, разных распоколений, и то же самое, что я уже говорил, вам очень будет удобно воспользоваться именно электронным изданием, поскольку печатного вы уже можете не найти, даже скорее всего не найдете. Кроме того, вот поскольку в конце декабря, в январе уже появились первые учебники, которые прошли экспертизу и вошли в федеральный перечень, вошедший в силу осенью прошлого года, мы уже тоже начали работу над переработкой этих поурочных разработок уже под новые учебники. И первый из них, я думаю, в том числе и в электронном виде, уже появится к новому учебному году, как раз к тому времени, когда эти новые учебники и появятся соответственно в школах. Причем, как я уже говорил, электронные издания могут опередить печатные. Соответственно, это будет очень востребовано и очень актуально для тех учителей, которые в первом, втором и пятом, шестом классах, которые начнут в следующем учебном году обучение по новому в ГОС. И так далее. Каждый год мы будем перерабатывать соответствующие классы, которые будут переходить к обучению по новому в ГОС, по новой учебнике, потому что понятно, что и учебники не появятся одномоменты сразу для всех классов. Ну и, естественно, наши возможности тоже в какой-то мере ограничены. Поэтому в первую очередь мы начинаем перерабатывать по урочной разработке именно для тех классов, для которых это наиболее актуально. И, разумеется, у нас появляются новые учебно-методические издания по тем предметам, которые вводятся в школьном образовании. Ну, вот, вы можете обратить внимание по урочной разработке по русскому родному языку. То есть предмет, который сравнительно недавно появился в учебных планах, уже довольно широко распространен. Должен сказать, что у нас существует практически полный комплект по русскому родному языку и литературному чтению на родном русском языке. он включает в себя и контрольно-измерительные материалы, и тренажеры, о которых я уже говорил, и рабочие тетради, и, соответственно, тем педагогам, которые приступят к обучению школьников по этим предметам, вот, есть полный набор инструментов, которые поможут им это делать. кроме того, как вот, поскольку постоянно меняются какие-то требования по таким актуальным предметам, как история России, общество знания, всеобщая история, то же самое мы очень быстро стараемся переработать так наши поурочные разработки, чтобы они были актуализированы вовремя. и, как я уже говорил, наше издательство является практически единственным, кроме, собственно, издательств, которые занимаются изданием самих учебников, разработчиком такой литературы. возвращаясь к контрольно-измерительным материалам, хотелось бы сказать, что собственно вот их мы тоже перерабатываем под новые учебники, поскольку в них меняется и порядок тем, и содержание меняется. То же самое смотрите внимательно в аннотации к электронным изданиям, они могут быть адресованы к различным поколениям учебников. Но в то же время, я думаю, тоже полезно ознакомиться как с содержанием предыдущих изданий, так и с содержанием актуальных. Ну, чтобы сделать какие-то выводы для себя, понять, о чем шла речь при тестировании несколько лет назад, о чем идет речь сейчас, я думаю, что это тоже будет очень полезно. Ну, и разумеется, вот то, что касается всероссийской проверочной работы единого государственного экзамена, мы тоже самое стараемся соответствовать актуальным гемоверсиям, которые размещаются на сайтах тех организаций, которые занимаются этими мероприятиями, и то, что касается единого госэкзамена, там содержание меняется практически каждый год по предметам, ну, а что касается всероссийской проверочной работы, там, конечно, это несколько замедляется, поскольку менять содержание гемоверсии не имеет большого смысла, ну, только если обнаруживается, если возникают какие-то пожелания при проведении всероссийских проверочных работ ранее, которые нужно, на основании которых нужно внести изменения, а так, в основном, это, конечно, связано с тем, что принимаются новые образовательные стандарты, соответственно, изменяются и проверочные работы, которые должны контролировать их выполнение. Дидактические материалы, сборники заданий рабочей тетради, они, конечно, менее подвержены всякого рода изменениям, но, например, что касается дидактических материалов по литературному чтению, там могут быть и происходят изменения набора произведений, которые изучаются в начальной школе, соответственно, и дидактические материалы тоже будут перерабатываться. Отдельно хотелось бы указать на такое вот издание, олимпиадное развивающее задание. Такое же издание существует и для третьего, четвертого класса, соответственно, эти издания очень полезны для вне-классной, внеурочной деятельности, при подготовке к олимпиадам, что, в общем-то, очень существенно для развития наших детей в школе. Ну, и, соответственно, вот что касается школьных словариков, школьных справочников, они, конечно, менее всего требуют переработки, потому что их содержание, оно изначально несколько больше того, чем требуется по программе. как я уже говорил, они очень полезны при подготовке каких-то докладов, сообщений, рефератов дополнительно к учебной программе. Ну, собственно, я о наших книгах рассказал все, что считал нужным. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. материал нашей презентации, вы можете, я думаю, уже скачать. Ну, если вопросов нет, как я вижу пока, вы можете, обдумав, их задать, соответственно, по нашим контактным данным, которые приведены в последнем слайде, их мне передадут. Я, соответственно, с вами свяжусь и отвечу. Субтитры создавал DimaTorzok. опросов нет, но, надеюсь, в дальнейшем они возникнут. Буду ждать. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня. До свидания. Александра Григорьевича, за сегодняшний обзор. И у меня вопрос к нашему присутствующему сегодня у нас Александру Яковлеву, Александру Григорьевичу. Александр Григорьевич, выйдите к нам сюда в эфир на пару слов для наших участников. Скажите ли им что-нибудь? Напишите в чат или прямо выходите в эфир, мы вас тогда подключим. На меня? А, вот. Так, вот, видим, слышим. Добрый день, рада вас приветствовать. Добрый день, взаимно. Передаю вам. Спасибо, Дмитрию, спасибо коллегам за то, что слушали. Хотел немножко добавить, пока у нас еще немного есть времени, некоторые моменты уточнить. Во-первых, вот в каком виде мы поставляем коллекции ВАКО. У нас есть два вида, вот, если Дмитрий там может перелеснуть, может быть, он вернет вот список коллекций. Первый, первый вид это, о, ага, спасибо. Вот, это, собственно, вот, издательская коллекция ВАКО. Она включает в себя все книги ВАКО, на данный момент вот 679 позиций. А остальные коллекции это так называемые сводные тематические. они включают в себя не только книги ВАКО, хотя в них очень много книг ВАКО, но и книги других школьных издательств. Это сделано для, так сказать, синергетического эффекта, для эффекта взаимоусиления, ну, потому что ни одно издательство в принципе не может абсолютно вот на каждый чик, что называется, наздравствоваться. Есть какие-то темы, какие-то моменты, какие-то ситуации, которые там вот другие издательства может быть закрывают лучше. Поэтому мы объединяем целый ряд издательств, вот одно из них интеллект-центр будет сегодня два часа представлено, есть еще другие издательства, СТ-пресс-школа, там вот сейчас у нас еще Генжер на подходе, ну и так далее. И они объединяются у нас по предметным областям и по ступеням образования. Вот то, что они по ступеням, например, полезны для колледжей, потому что вам не нужно брать все, что относится к младшим классам, вы можете взять только для 10-11 классов. Вот здесь, ну да, вот видите, в перечне вы можете увидеть средняя школа, например, вот там вот 15-я позиция естественной науки средняя школа. Вот такая коллекция годится и действительно для средних школ и для колледжей. Вот. Это раз. Вот. И второе, значит, еще хотел подчеркнуть, что вот действительно для учебного процесса в педагогических вузах очень полезная литература, например, вот, ну у меня даже вот сын учился в педагогическом вузе и у него там вот задание на то, как вот спланировать учебные занятия. Вот то, что вот сейчас рассказывалось про урочные планы, это, собственно, и есть то, чему учат студенты в педагогических вузах. Это вот планировать учебный процесс по своему предмету. Поэтому не только школьным учителям это может быть полезно, но, конечно, студентам и, соответственно, преподавателям педагогических вузов, которые формируют вот этот самый свои учебные планы. Ну, и еще я бы хотел сказать, у нас есть свой интернет-магазин, в котором мы продаем книги разных издательств, множество издательств, в том числе книги ВАКО. И должен сказать, что вот по тематике как раз вот школьной, что называется, ВАКО у нас в лидерах. И в частности, вот, например, есть тематика, вот, про которую Дмитрий упоминал, родной русский язык, которая, ну, наверное, уникальная ВАКО и очень активно приобретается, потому что, понятно, проблема у учителя, у преподавателя, вот, чем просто русский язык отличается от родного русского языка. Такая нетривиальная проблема. Вот. Но вот методическая литература ВАКО как раз позволяет разобраться в таких вот довольно странных, я бы сказал, вопросах. Вот. Ну, да, еще, значит, по поводу того, как найти. Вот смотрите, вот можно, Дмитрий, вернуть вот этот слайд, где интерфейс... Вот, 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 да. Ага. Вот смотрите, вот то, что полужирным выделено на слайде, вот сам скриншот и слева внизу, вот если, вот если, да, вот если кликнуть, вот чуть справа там, то откроется список коллекций наших, потому что видите, тут так устроено, что слово ВАКО вы не увидите, увидите только наш интермедиатор и если кликните вот на это самое, на то, что выделено полужирным, тогда раскроется весь список коллекций и вы их наконец увидите. Вот. После этого можете действительно накладывать какие-то фильтры. Вот. Что касается цен на коллекции, то вот когда было мое выступление некоторое время назад, пока, по-моему, не появилась еще его видеозапись, может быть, Татьяна прокомментирует, как получить презентацию, вот там есть полный список этих коллекций с их ценами, с их аннотациями, вот, и с дополнительной информацией по каждой коллекции. Вот. Это может быть полезно тем, кто хочет их для себя приобрести. Но в целом, значит, вот мы считаем, что основной адресат этих коллекций это колледжи и педагогические вузы, потому что школы, к сожалению, не всегда могут это самое, так просто подключить электронные книги, для этого у них там сложная ситуация, и публичные библиотеки, для которых тоже, на самом деле, это была бы крайне полезная литература, у них там, ну, с бюджетной проблемой. Вот. Поэтому, конечно, основной адресат, пожалуй, это вот колледжи и педагогические вузы, так нам кажется. Но это то, что я хотел бы добавить, вот, пожалуй, это все. Если тоже ко мне будут вопросы, то их можно задать. Ну, наши контакты тоже, у нас есть сайт интермедиатору, у нас там тоже контакты есть, если будут какие-то вопросы, так сказать, по адресованию непосредственно издательства нам, как тем, кто представляет книги издательства на электронном рынке, то, пожалуйста, обращайтесь. Ну, пока вопросов тоже нету. Ладно, тогда всего доброго. Игорь Негода,